а на текелом айдон а зиявок и листы и агия ада альмария и ада лима дапа воина марино фару на теперь поговорим о такой вещи как на вечно вещать больного человека и почему было сказано если болеет человек навещает его То есть навещать, то есть постоянно навещать его, проведать его. Как мы будем посещать больного? Поэтому является как бы мы обязаны перед нашим братом-мусульманином, если он заболеет, навещать его. Вот так, например, наш брат Джибрил говорит, пусть Аллаху простит, исцелит. Илья говорит, находишься в одной стране, а он в другой, например. Я говорю, я не могу приехать в эту страну. Я говорю, позвонить должен, отправиться общение. То есть сказать, или сказать другому брату, говорит, брату Рашиду, чтобы он навестил Джибрил, и передал мне салям, и сказал ему, то есть проблем нет, это очищение. И если же, говорит, можешь навестить, то должен навестить у него дома или в больнице. И должен выбрать более подходящее время для этого навещания. То есть он неприемлемым будет, если будешь навещать его в полночь, в 12 часов ночи, например. То есть он болеет, да, спит, а мы в это время будем навещать. И сказать, ты извини, я в другое время не могу тебе навестить, только вот так вот могу. Или же, например, поищает кто-то из женщин, его близких, да, в это время, допустим. Или время, ты знаешь, что он в это время получает какое-то лечение, принимает лекарства. Или же осматривает его врач, то есть и при этом оголяется, да, его, какие-то срамные части его врат, да. То есть должны спросить разрешение, прежде чем войти к нему. Как узнаю, когда более подходящий время? Должны спросить у кого-то из близких родственников, в какое время лучше и удобнее нам прийти навестить его. И должны прийти в это время. То есть также навещание больного должно быть коротким, недолговременным, да, то есть пришли на очень короткое время. То есть пришли и сидим у него часами. То есть пришли к нему, после того как спросили разрешение, говорили, ассаляму алейкум. То есть спросили, можно войти ему, тебе говорят, алейкум ассалям, заходите. То есть говорим, то дуа, который пришел к нам от пророковцам при посещении больного. Какое это дуа? То есть проблем нет, это очищение для тебя, иншаллах. Потому что некоторые люди, когда заходят, навещают больного, они не делают дуа. Однако, говорит, делают то, что противоречит тому шариату. Говорят больному, говорят, ты бедолага, говорит. Ты, говорит, не заслужил этой болезни. Как будто бы, говорит, он милостливее по отношению к нему, чем Аллаху. Ты, говорит, ну, к сожалению, ничем не будет тебе помочь. Ты знаешь, если бы у меня была какая-то вот возможность, если бы ты неприятно помог, ну ты, знаешь, что я. И он добавляет этому больному болезнь, еще болезнь. Тот начинает гневаться. То есть начинает, как бы, быть, правильное свое недовольство к предопределению Аллаху. А если же, говорит, ты заходишь к больному и говоришь, то есть проблем нет, это очищение для тебя, иншаллах. Если Аллах любит какого-то своего раба, Он посылает ему испытания. И это, говорит, указывает на то, что Аллах любит тебя, если ты будешь терпеть. Рассчитывай на награду Аллаха. И не говори, не вспоминай о смерти больного. Потому что некоторые люди заходят к больному. Он сказал, что это не болезнь. Я близко к тебе. Мат. В последние часы. Можете, ты не сможешь, чтобы ты будешь терпеть в небе, иншаллах. Некоторые заходят и говорят, вот у меня родственник. Говорит, был такой же болезнник. Говорит, два дня назад умер. Возможно, ты эту ночь уже не выжишь. То есть, может, землю тебе, где ты хочешь, чтобы тебя похоронили. Нормально. И это, говорит, то, что какие проблемы есть на сегодняшний день при посещении больного. То есть, если, говорит, действительно есть такая нужда, чтобы спросить, действительно такая болезнь, допустимо, спросите в таких вещах, где он будет похоронен, но не в таком виде, не так напрямую, да? А как бы намеком, не в таком виде.